Девушки отдыхают Чем жил Черноморский флот на минувшей неделе? Севастополь, его события. Смотрите в программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте! Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров стал почетным гражданином Севастополя. Украинский филиал Санкт-Петербургского морского собрания провел свою зимнюю ассамблею. На сцене драматического театра имени Лавренева премьера. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. На прошлой неделе в учебном центре моряки малого противолодочного корабля «Муромец» отрабатывали профессиональные навыки на комплексном тренажере «Мостик-2000». Действие расчета ходового поста оценивал заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Александр Носатов. Репортаж Игоря Горчинского. Репортаж Игоря Горчинского. Командир получил рекомендации от штурмана по изменению курса корабля во время движения в узкости. Товарищ командир, корабль в данной полосе движения корректуры курса не требует. Время лежания на курсе 11 минут. Следующий курс – 307,5 градуса. Воздушная цель пересекла курс пануса, движется влево. Занятия с корабельными офицерами проводились в рамках учебно-методических сборов по боевой подготовке. Они регулярно организовываются для повышения уровня теоретических знаний, практического мастерства и совершенствования навыков специалистов, связанных с безопасностью кораблевождения. С целями и задачами этих занятий присутствующих ознакомил командир соединения охраны водного района, капитан первого ранга Валерий Зубков. Показать работу контура безопасности корабля при плавании в различных условиях обстановки. Выработать единое понимание обучая по обеспечению навигационной безопасности плавания и освоения тренажера мостик. После практической фазы занятий офицеры штабов высказали свои критические замечания, подробно разобрали ошибки. Итоги подвел заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Александр Носатов. Молодцы. Приятно, что я увидел отработку срочной службы, контрактчиков, лейтенанты, выпускники этого года неплохо себя проявили. Замещание главного штурмана абсолютно правильное. Движение корабля, окружающая его обстановка, показания приборов, погодные условия, надводные и воздушные цели были имитированы на специальном комплексном тренажере «Мостик-2000». В комплекс его неограниченных возможностей входит моделирование любых ситуаций, возникающих в самых различных районах Мирового океана, с последующим воспроизведением любого фрагмента плавания. Районы плавания у нас имеются Севастопольская бухта, Новороссийская, Туапсинская бухта, проливы Босфор, Дарданеллы, Суэцкий канал, Гибралтарский пролив, проливы Балтийские, ну и восточный регион, имеется в виду Петропавловск-Камчатский, Владивосток. То есть в любых условиях, в любые районы плавания, в любые погодные условия мы можем предложить и отрабатывать расчеты главных командных пунктов наших кораблей и судов. Комплексный тренажер «Мостик-2000» вводили в строй и обслуживают сегодня высококлассные специалисты. Это офицеры запаса, прослужившие на кораблях Черноморского флота не один десяток лет. Им не занимать опыта в обучении и воспитании моряков. Тренажер «Мостик» эксплуатируется с марта 2012 года. Проведено более 400 тренировок. Прошло через наш тренажер больше 2000 человек личного состава, старшин, матросов, командировок. Сегодня, в период реформирования военно-морского флота Российской Федерации, когда возрастают требования к профессионалам, у каждого командира корабля на Черноморском флоте есть возможность реализовать значительный потенциал в обучении военнослужащих и постоянно оттачивать мастерство специалистов, отвечающих за безопасность плавания. В Каче под Севастополем отметили 100-летие старейшего в России авиагарнизона. Прямо на летном поле состоялось торжественное построение личного состава и показ военной техники, на которой сегодня поднимаются в небо морские авиаторы Черноморского флота. Тему продолжит Мария Егорова. Каче известна как колыбель не только русской, но и мировой авиации. Сто лет назад сюда была переведена первая в истории России офицерская летная школа. В советское время на ее базе было создано Качинское высшее военное авиационное училище. Здесь проходили испытания и освоение всех видов винтовой и крылатой техники, и, соответственно, подготовка летных кадров для ВВС страны. Поздравить военнослужащих карнизона прибыли ветераны, которые в разные годы проходили службу в морской авиации, а также многочисленные гости из разных российских регионах, приехавшие на праздник. Подполковник запаса, летчик-инструктор первого класса Сергей Забеднов, выпускник Качинского летного училища. За время службы подготовил десятки специалистов. Сегодня он депутат Волгоградской городской думы. Приехал сюда как представитель города, вот уже на протяжении многих лет оказывающего черноморцам шефскую помощь и поддержку. Именно Кача, слово из четырех бух, такое символичное, что в любом уголке мира называешь вот это слово Кача, и все сразу говорят, о, это первое училище мира. На самом деле вот здесь оно зарождалось. И я благодарен судьбе, что я закончил это училище, что в городе Героя Сталинграда-Волгограде 44 года оно проработало. Сегодня несет следующий город Краснодар, имя Качи, готовит там летчиков-стребителей. Сегодня здесь расположен аэродром морской авиации Черноморского флота, на котором базируются противолодочные и поисково-спасательные силы транспортная авиация. Ни одни учения флота, в том числе и международные, не обходятся без участия самолетов и вертолетов гарнизона. В этом году из Карелии моя принимала участие в учениях «Кавказ-2012», в местных учениях здесь на Черноморском флоте, в фарвате «Эрмира-2012» совместно с украинским ВМС. Ну и обеспечивали учения Черноморского флота, подразделения и частей Черноморского флота. В эскадриле у нас вертолеты разные предназначения, выполняются разные задачи. Основная это высадка морского десанта на берегу, на побережье, поиск подводных лодок. Вот это самая главная задача нашей эскадриле. В день юбилея на доме, где в свое время жил заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант Петр Гончаров, была установлена памятная доска. За 37 лет службы в морской авиации я прослужил 9 лет на Северном флоте. Летал над Ледовитым океаном. В свое время вместе с Петром Ивановичем Гончаровым, сегодня мы будем открывать памятную доску, мы охотились в полном смысле слова за веносно-ударными соединениями американскими, за американскими ледоколами, которые в районе Новой Земли определяли реперные точки для своих атомных подводных лодков с баллистическими ракетами. Вместе с военнослужащими этот знаменательный юбилей отмечают и жители поселка Кача, каждый из которых так или иначе связан с авиацией, ведь практически во всех семьях служат летчики-механики-штурманы. В завершении праздника в гарнизонном доме офицеров прошло торжественное собрание, на котором чествовали представители морской авиации Черноморского флота, лучшие из которых были награждены. 10 декабря 2012 года исполнилось 50 лет со дня образования отдельного полка связи Черноморского флота. Личный состав подразделения неоднократно принимал участие в крупномасштабных международных и общефлотских учениях, таких как Юг, Щит, Океан. Неоднократно полк подвергался инспекциям Министерства обороны Советского Союза, по итогам которых всегда заслуженно получал высокие оценки. Сегодня дело прославленного соединения продолжают военнослужащие подвижного узла связи Черноморского флота. В торжественный митинг на плацу подразделения звучат поздравления с праздником и пожелания дальнейших успехов в службе. На построении только свои, командиры, друзья и коллеги. В качестве почетных гостей ветераны, те, кто в разные годы проходил службу в подвижном узле связи. Наш подвижный узел связи является правоприемником полка связи, потому что полк связи был, как вы знаете, сдали мы знания в архив и был ликвидирован. И на базе его организован наш подвижный узел связи, который вы сейчас служите. Вам оказалась великая честь служить в бывшей войсковой части 45-751 и быть наследниками морского полка связи. Ветераны гордятся нынешним поколением связистов, ведь дело полка живет. Черноморцы достойно продолжают традиции своих предшественников, решая все поставленные командованием задачи только с отличными показателями. Подразделением гордится не только командование, но и весь личный состав. Все-таки те задачи и те объемы, которые выполняет на данный момент, даже это уже небольшое подразделение, довольно значимое. Это участие во всех учениях, которые подходят под руководством командующего флота, главнокомандующего флота, ну и других мероприятий. Совместное учение сейчас с военно-морскими силами Украины, это фарватер мира и все отработки по связи, тренировки связистов не проходят без личного состава и аппаратных подвижных узлов связи. В настоящее время подвижный узел связи несколько раз подвергался модернизации. В состав подразделения введен центр автоматизированных систем управления. Совсем скоро на вооружение черноморских связистов поступит новая цифровая техника. Хочу внести тоже свой вклад в тот процесс автоматизации, который сейчас происходит, развитие автоматизации, которое происходит на подвижном узле связи и от себя лично от командования флота вручить начальнику подвижного узла связи сертифицированный комплекс, универсально-вычислительный. В день рождения части грамотами и ценными подарками наградили лучших военнослужащих и гражданских специалистов. В Севастополе появился еще один почетный гражданин. Космонавт-испытатель, командир корабля «Союз ТМА-22», полковник ВВС Российской Федерации Антон Шкаплеров был удостоен этого звания в нашем городе, уроженцем которого он является. Это решение было принято единогласно местным городским советом еще в сентябре. Однако приехать на церемонию космонавт смог только сегодня. Репортаж Марии Егоровой. Свой визит на родину космонавт откладывал почти три месяца. Антон Шкаплеров ждал заключения главной медицинской комиссии о годности к специальным тренировкам к полету, который продлится целый год в составе российско-американского экипажа. Всего несколько дней назад это судьбоносное решение было принято. Действительно, почему он именно годовой? Потому что на современном уровне развития медицины, микробиологии необходимо более детально изучать приспосабленность организму к микрогравитации, то есть к невесомости, в течение целого годового полета. Потому что, чтобы долететь до Марса, эта экспедиция будет длиться около 500 суток, то есть около полтора лет. И это будут первые шаги. Я думаю, что вначале это будет, может быть, полет на Луну, как тренировка, что-то такое. Может, там что-то начнут строить, какие-то базы оттуда, отправлять корабли уже на Марс, ну и дальше по нашей Солнечной системе. Инициатива о присвоении шкафлерову звания почетный гражданин Севастополя родилась в Балаклаве, где и появился на свет, провел детство, учился в школе, будущий космонавт. Балаклавцы обратились в городской совет с предложением удостоить их знаменитого земляка этого высокого звания. Почетное звание Антону Шкафлерову присвоено за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, мужества, высокий профессионализм, прославление города-героя Севастополя в мировых масштабах. Прежде всего, преференции моральные, потому что это звание позволяющее присутствовать на всех мероприятиях городского масштаба, естественно, находиться в самых почетных ложах, рядах, ну а самое главное, это звание дает почет и уважение всех севастопольцев, потому что это остается на века, это уже история, которую не перепишешь. 27 апреля этого года экипаж Антона Шкафлерово вернулся на землю после 165 суток, проведенных в космосе. 14 ноября 2011 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-22». Его командиром был Антон Шкафлеров. Спустя двое суток после начала полета корабль состыковался с исследовательским модулем МКС «Поиск», на котором Шкафлеров провел почти полгода. Конечно, улетая в космос, я не мог не взять с собой в личных вещах, но который мне выделялся полтора килограмма, частичку своего родного города, города Севастополь. И я взял с собой в космос, где проводил почти, ну, 165 суток, почти полгода, взял с собой флаг города-героя Севастополя, герб, и хочу сейчас вручить его администрации. Также Антон Шкафлеров взял с собой в космос икону из храма святого Владимира на Херсонесе. Сегодня частицу православия он вернул обратно святыне. Отец Сергий дал мне в полет вот эту иконку, которая также была официально взятой моей личной вещи. Находила тут даже, можно потом, конечно, убрать, это велкро, то есть она в космосе, чтобы не улетала, она была прикреплена у меня в каюте, и все 165 дней она была со мной. И потом благополучно вернулась на землю, а дальше стеклянный образ не разбился. Поэтому спасибо вам огромное. Я знал, что частичка нашего православия летала, делая по 16 витков в сутки над нашей планетой в течение 165 суток. Имя Антона Шкафлерова будет увековечено в граните. Рядом с именами Льва Толстого, Эдуарда Осадова, тех, кто в разное время прославлял Севастополь, а также в одном ряду с именами первооткрывателей космического пространства Юрия Гагарина и Германа Титова. Украинский филиал Санкт-Петербургского морского собрания провел свою зимнюю ассамблею. Она была приурочена к важному событию в истории российского флота, к дню победы эскадры адмирала Нахимова в Синопском морском сражении и посвящена двум знаменательным датам – 165-летию основания Севастопольского морского собрания и 125-й годовщине со дня учреждения его устава. Члены украинского филиала Санкт-Петербургского морского собрания считают себя наследниками Севастопольской императорской организации, существовавшей в городе с XIX по начало XX веков. Поэтому правоприемники следуют традициям, которые сложились исторически. Зимнюю ассамблею, так же, как и сегодня, тогда проводили в память о Синопском сражении, а ее дату закрепили в уставе. Для Севастополя Синопская победа, которую привез Нахимов на нашу графскую пристань, это стало самым знаменательным днем для Севастопольского морского собрания. В этот день проводились ассамблеи зимние, проводились балы, проводились синопские обеды. В общественной организации все имеют равные права, независимо от рангов и чинов. За соблюдением такого порядка следит Совет Старшин. Одной из основных своих задач собрание называет сплочение военных и гражданских моряков разных поколений и членов их семей, а также всех, кто оказывает им содействие. История развития флота связала наши города, что Санкт-Петербург и Севастополь по духу едины города. Наши моряки, которые проходили обучение здесь, на Химовском училище, в Голландии, они сейчас служат и работают в Санкт-Петербурге. Поэтому наша общественная организация, морское собрание Санкт-Петербурга, оно как раз признано объединить всех выпускников, всех, кто связан с морем, в одно собрание. Севастопольское морское собрание всегда было духовным, культурным и интеллектуальным центром города и флота. Организация была построена на таких понятиях, как честь, благородство и взаимопомощь. Она основывалась на патриотизме и беззаветном служении Отечеству и народу. О сохранении этих традиций говорил командующий Черноморским флотом контр-адмирал Александр Федотенков. Воспитание духа предназначено морское собрание, где определяющим является слово море, потому что море нас собрало здесь, в этом зале, не только присутствующих. Море требует взаимопомощи, море требует взаимопонимания. За прошедший год мы провели учение совместно с военно-морскими силами вооруженных сил Украины фарватер мира, который был и нацелен прежде всего на оказание помощи, помощи аварийному кораблю. И в этом направлении достигли достаточно серьезного. Мы приходили на помощь друг другу в различных ситуациях. Это тоже возрождение духа. Украинский филиал существует почти два года. Сегодня он объединяет около ста человек, которые представляют военные и гражданские флоты. Собрание финансирует издание книг военно-морской тематики, помогает у реставрации городских храмов, принимает участие в мероприятиях, посвященных истории города и флота. Украинский филиал взял шество над Севастопольской детской морской флотилией имени адмирала Советского Союза Кузнецова. Для ее курсантов была придумана и издана книга под названием «Морская азбука». Следующая летняя ассамблея украинского филиала Санкт-Петербургского морского собрания запланирована на лето 2013 года. Премьера на сцене драматического театра имени Лавренева. Николай Васильевич Гоголь «Игроки». Казалось бы, старая добрая классика, но слишком современная, очень актуальна и в наше время, даже спустя 170 лет после ее написания главным мистификатором 19-го столетия. Комедию обмана в интерпретации режиссера Юрия Маковского представили лавреневцы на суд зрителя. Подробности в репортаже Марии Егоровой. Маковский «Возвращение» после долгого перерыва длиной в несколько лет. Режиссер снова творит вместе с лавреневцами. Саша, когда вторая часть идет, там фоно играет внизу, и получается фактура немножечко… Давай сделаем, давай сделаем. Я имею в виду, когда вторая часть там идет, начинает. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? В музыке вторая часть. Среди совместных работ в основном удачи. Его некоторые спектакли до сих пор с успехом идут на этой сцене. Тандем «Маковский» плюс «Театр флота» всегда был залогом аншлага в зрительном зале. Похоже, его новая постановка «Гоголевских игроков» не исключений, ибо даже на репетиции уже понятно. Успех неизбежен. Режиссер сразу, когда мы пришли практически на вторую или третью репетицию, он просто сказал нам, нашей тройке, сказал, что «Ребята, ну вот вы…» Я там себе кое-что надумал, вот вы такие. И мы сразу так… И такие сразу. Такие, как он хотел. И я не знаю, я почувствовал сразу, что вот в моей и в моем персонаже, да, есть те изюминки, которые я сейчас пытаюсь сделать на сцене, я их чувствую. Мне нравится. Творческое совпадение актеров и режиссера видно невооруженным глазом. Полное взаимопонимание. Он дирижирует, они исполняют. И привыкать к друг другу не надо. Хотя он бесспорно изменился. Да и они выросли. Он придирчив к деталям, но, как оказывается на деле, эти детали очень важны. Очень важны. И они дают нам, как актерам, они дают именно импульс для того, чтобы мы на какие-то вещи, которые уже замылены глазом немножко, посмотрели совершенно по-другому. И это зритель, естественно, мне кажется, тоже будет видеть. И, ну, как мне кажется, для нашего театра это будет такая немножечко работа. Вот стряхнуть. Юрий Маковский утверждает, что в работе над игроками он избрал путь классический. Мол, нового не будет все по канонам и правилам школы старой драматургии. Однако с режиссером своим актеры не согласны. Скромничает он, всех карт до премьеры не раскрывает. В спектакле будут и танцы, и музыка, и сюрпризы всякие неожиданные. Когда приехал наш любимый Александр Михайлович, дорогой Саша, 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 Саша. В общем, все по Маковскому. А стиль его фирменный, ни с чем не спутаешь. Как говорится, узнаешь руку мастера. С первых сцен понятно, кто игроков ставил. Если играть все по тексту, то это, наверное, будет скучновато. Потому что пьеса требует каких-то дополнительных манков, что-то такое. Вот мы добавили много музыки, такие вот танцы, такие интересные. И это какое-то дополняет к этому и зрителя заставляет внимательно следить, как же дальше будет это происходить. Поэтому да, и пьеса, и режиссер, и роль мне нравится, потому что в театре я немцев еще не играл. Поэтому это мой дебют. В кино их у меня уже 12, а тут первый. И мне, конечно, интересно, потому что это, ну, чего не сыграть. Игроков режиссер выбрал не случайно. Спектакль получился нравоучительный, так как безжалостно обличает пороки и слабости человеческие. В постановке нет ни единого положительного героя, сплошь под лицей, прохвосты. Вот я как чувствую эту пьесу сегодня, как чувствую эту проблему, она многочастна по жанрам. Она здесь и экстатическая комедия, и трагедия в конце человека. На самом деле так оно и есть, ведь очень страшно. То, над чем мы смеемся все это время, в течение всего произведения, на самом деле это же жуткие страшные вещи. А мы в этих страшных ценностях существуем, в этом постоянном обмане, в постоянном обмане ближнего, надеясь на то, что меня это меняет. Постановка полезна для современного зрителя, в ней через посыл режиссерски показано, какие бывают мошеннические схемы, кои, увы, практически не изменились с гоголевских времен, а сегодня лишь слегка осовременились. Неустревающие игроки, навечно актуальные, мудрые и щедрые на опыт жизненный. Кстати, Белинский в свое время пророчил пьесе популярности всего лишь на один театральный сезон. Да вот незадача, затянулся он. Ровно 170 лет минуло с тех пор. Ах, Николай Васильевич, как же так получилось, что не классик вы вовсе, а современник наш. На этом все. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова